В Москве в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция по итогам деятельности российского антидопингового агентства за 2019 год. Одна из тем обсуждения – возможное нарушение правил спортсменами и персоналом в спортивном училище Чувашии. Тогда Русада зафиксировала более 60 случаев. Напомним, это случилось в июне прошлого года. Кабинет министров создал тогда независимую рабочую группу для выяснения всех обстоятельств. Важно было разобраться со сложившейся ситуацией, выработать некую дорожную карту по проведению состояния антидопинговой работы в республике в соответствии с требованиями. В соответствии с ней запущена программа по повышению квалификации медицинских работников на тему антидопинговых правил, усилен контроль за порядком назначения и учетом лекарственных препаратов, выписываемых спортсменом. Проведена аттестация врачей по спортивной медицине. Специалисты Русада провели цикл образовательных семинаров для спортсменов, тренеров и персонала спортсменов. В руководящем составе медицинского и спортивных учреждений произошли изменения.